Привет, привет, здрасьте, братья и сестры. Сегодня я ничего печатать не буду, да и самоделки какие-то лепить. Я хочу покидать вот этот прекрасный поисковый магнит сделанный из жестких дисков и поймать на него не только монетки. Давайте попробуем о том как я собирал эту магнитную удочку из уже убитых жестких дисков как нашел решение по закреплению на плоскости магнитных рабочих элементов Ну и даже первую часть теста этого магнита по вылавливанию монеток, ты сможешь посмотреть в моих прошлых видео. Начну пожалуй со столицы. В Москве очень много всеразличных каналов, прудов и прочих водокоммуникаций, есть где развернуться и конечно же везде просто ловятся коины. Я уже устал от них если честно, хочется что-нибудь помассивнее. Попробую покидать возле Воробьевой набережной, если я правильно выражаюсь. Здесь гуляют тысячи туристов и по-любому кто-нибудь что-нибудь дотеряет. Конечно же я вам не буду показывать весь хлам который мне удалось вытянуть. Очень много попадается строительных материалов, кованых квадратных гвоздей и прочие чепухи, которые вам наверное будет неинтересны. Арматура, что-то нахрен она нам не нужна. Эй перепас патрон нашел. Это что по лицу вызывать или нафиг? Это 5.45 по моему калибр, если я не ошибаюсь. А может здесь автомат еще есть? Надо это место исследовать. Магнит потерян, веревка трещит. Полчаса я потратил, чтобы попробовать подергать магнит со всех сторон. Мне даже ребята с прогулочного судна предлагали помочь вытащить магнит. В голову мне пришла мысль, а что если сделать рывок по направлению ход меня? Недолго думая привязал камень. Я даже не понял, откуда появился вот этот ценный кадр помощник. Парнишка конечно очень странный, но было видно, что он искренне хочет мне помочь. Так что совместными усилиями мы все-таки разгадали этот знак бесконечности. Рыбалка такого плана очень затягивает, так что будьте осторожней. Я даже не заметил, а как даже стемнело-то. Вот там сзади идет дискотека, а мне пофигу, я здесь магнит кидаю. Хотел я конечно поплясать с Катериной, но к сожалению наша форма одежды не соответствовала этикету столь гламурного мероприятия в самом центре Москвы. На следующий день я переместился в более спокойное место. Это очень красивый парк Кузьминки, а точнее Шибаевский пруд, если я правильно выражаюсь. Что-то зацепил. Думаете везде можно кидать магнит? Конечно же не совсем. Некоторые места представляют историческую ценность и конечно же охраняются законом. И как раз вот эта часть бассейна таковой и оказалась. Это я уже потом узнал, когда ко мне охранник подбежал и тыкнул меня носом в табличку, которую я к сожалению не снял. Но все равно очень поблагодарил меня за такую прекрасную находку, которую как оказалось они потеряли зимой, чтобы не пускать оголделых маньяков по зимней рыбалке. Два ограждения поймал, ну по металлу я не знаю, дофига наверное весит, но они мне не нужны. Ладно, вытаскивать их не буду, может еще что не поймаю. Почему-то по этому поводу администрация навела такой кипиш и через 10 минут уже вывезли данную находку. Немного сменив локацию я продолжил рыбалку, но теперь охранник уже пристально наблюдал за мной, метрах в 100. На каком-то арабском что ли? Ну видно что грилки то свежие, просто почему их два сразу? Профиль, ключи, замки, гвозди, электроды и целая куча комплектующих от мангала. Вот чем богат такого плана пруды! Вытащил наверно стенку от мангала. Кстати это хорошая идея, а если всю эту площадь покрыть магнитами, тогда и притяжение будет лучше магнита. Надоела мне Москва, так что перемещаюсь в красивую республику Мариэл. Здесь тоже очень много мест для рыбалки. Постоянно от друзей с Украины слышу. Ой, да у вас только Москва цивилизованный город, а в глубинках люди в лаптях ходят. Нет, ребята, у нас вся Россия такая красивая. Велосипед поймал. Можно выловить не только деньги, но еще вот такую телегу на этот магнит. Такая новая телега супермаркета стоит 10-12 тысяч рублей. Неплохо на нее наловилось жирности. Можно наверное сдать в какой-нибудь ресторан морепродуктов. Ну и давайте покажу немножечко рыбалки из заполярного города Норильск. Порыбачить к сожалению здесь можно только пару месяцев. Навылавливал я в этом техническом озере очень много всеразличного хлама, который наверное вам будет не интересен для показа. Но в одном из мест мне попалось месторождение боеприпасов. Как бы это странно не звучало. Ух видать кто-то сбросил избавляясь от улик. Вот это заброс! Это оказались 9 миллиметровые патроны от травмата. Скорее всего от пистолета Макаров. Возможно что и сама волына там где-то рядышком лежит. Специально для господ полиционеров. Все эти боеприпасы я закинул туда же, только намного дальше. Если что могу показать место, понаблюдаем как вы их вылавливаете. Вот это уловчик. Наверно патрона 40. Вот такой нейтральный видосик получился. Ох и ушотал я этот магнит. Если вам интересно продолжение, то пишите буквы под видео. Я покажу вот это. Центы, евро, белорусские рубли, шиллинги, украинские гривны и даже монгольские тугрики можно поймать в центре столицы. Пришлось зацепиться с охраной на ВДНХ, который меня прогнали только с третьего раза. А вот товарищ Сталин, не знаю будет ли он против. Ну а тут я оборзел и попробовал собрать деньги с нулевого километра. А это на минуточку самое лакомное место бродяг. Конечно же только чудом меня там не побили. Вот такое спасибо вот этим ребятушкам, которые помогают мне в покупке запчастей для моих будущих самоделок. Перечисляю то сколько сможет. Спасибо друзья. Ну а я с тобой не прощаюсь. Финансовый тебе благополучности, не болей и храни тебя Господь. До встречи друзья!